Добрый день, добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой YouTube канал! И в этом видео я расскажу вам, какое эмоциональное заряженное полнолуние ждет нам в этом месяц. Садитесь поудобнее, а я буду рассказывать. Мы с вами плавно движемся к последнему, финальному полнолунию лета 2023 года. И каким оно будет? Ну, ни много ни мало оно будет сложным. Когда у нас полнолуние было сложным, но это будет сложнее, чем обычное полнолуние. Произойдет оно в ночь с 30 на 31 августа. Произойдет оно на оси Девы-Рыбы. Луна будет в знаке Рыбы, но при этом вся сложность заключается в том, что на момент полнолуния Луна будет в соединении с Сатурном. И как мы известно, как нам известно, если бы это просто Луна была бы в рыбах, то мы бы просто сели бы, поплакали от того, что у нас что-то не получилось, поэмоционировали, как-нибудь кто-то бы расслабился, сходил куда-нибудь отдохнул, повеселился. Как-то бы энергия вышла. Но так как Луна будет в соединении с Сатурном, энергия выходить не будет. То есть у нас будет состояние таких злых, удрученных, напряженных людей. Мой охранник решил меня поохранять. Сложность заключается еще в том, что на момент полнолуния Луна будет в оппозиции к Лилит. А это, как известно, выходит на поверхность все наши страхи, все наши обиды, все наши переживания. Возникнут вопросики с нашей кармой, с кармой родовой, с кармой по жизни. То есть вылезет на поверхность как раз таки то, что мы давно убирали и не хотели обращать внимания. Кто любит копаться в своих страхах? Никто. Кто любит заниматься своими проблемами? Никто. Мы всегда их задвигаем в долгий ящик, и пусть они там будут. Ребят, плюсы этого полнолуния как раз таки в том, что будут складываться те самые события, закручиваться, и будут попадаться те самые люди, и ситуации будут складываться такие, что нам необходимо. Хочешь, не хочешь, но нужно будет доставать все свои скелеты из шкафов и в них разбираться. Для чего? Ради нашего будущего. Если вы смотрели мое большое видео «Кармические задачи», пересмотрите, если нет. Маленькие спойлеры оставляю регулярно, шорты, какие им будут ближайшие 2-3 года. Поэтому заглядывайте в профиль и смотрите. Сложность этого полнолуния заключается в том, что во всей этой ситуации у нас еще будут очень сильно задействованы дети. Почему? Потому что школьная пора. В каких-то странах детки уже начали учиться на этот момент. В каких-то только пойдут учиться 1 сентября. Где-то школьная пора, слава богу, начнется в первой, а то ли второй неделе сентября. И это прекрасно, как раз таки, чтобы вот эту вот энергию, которая будет мощная, отягощающая, чтобы деток она не тянула. Что же делать тем деткам, родителям, у кого школьная пора как раз таки на 1 сентября, либо в августе уже началась. Родители, не жестите, не требуйте от детей, не выставляйте им там ультиматуму. Вот ты должен учиться хорошо, где домашка и тому подобное. Деткам будет сложно, потому что в этот момент как раз таки вылезут на поверхности все грехи воспитания. Родительские в том числе. Поэтому, дорогие родители, обращайте внимание, какое воспитание вам не понравилось в вашем детстве, каким оно было. И что вы проецируете на своих детей. Делаете ли вы это с обидой, с такой страстью. Делаете вы это из-за страха. Либо наоборот, делаете, чтобы воодушевить ребенка. То есть посмотрите, что вы привнесли со своего детства в детство своих детей. Это такой неплохой звоночек. Позаботиться об эволюции, о будущем поколениям и о нашем с вами будущем тоже. Потому что мы все с вами знаем, что наше будущее находится в будущем наших детей. И то, каким мы воспитаем их, то, какой багаж мы им дадим. Не в виде машины, квартиры и наследства. А в виде как раз таки тех прекрасных взращенных качеств, которые они будут нести в своей жизни. И с помощью которых они смогут в этой жизни реализоваться. Стать те самыми людьми, которыми им положено стать. Поэтому, дорогие родители, не жестите. Скажу еще раз вам. Что касается взрослых, не скажу я, дорогие взрослые, что мне вас жалко. Нет. Будет четко и честно на поверхность вылазить все то, что мы припрятывали давно. Все то, что мы не хотели разбираться. Уходили от этого. Оно все появится. То есть полнолуние нам дано каждый месяц для того, чтобы оголить все наши страхи. Понять, почему мы страдаем. Если мы внимательны и хотим учиться, то мы эти уроки успешно проходим. Если же нет, то мы регулярно наступаем на те же самые грабли. Поэтому как раз таки вот именно эта полнолуния. Луна в соединении с Сатурном. Вот прям получится раскопать все это добро и пойти дальше. То есть это будет сделать сложно, нелегко, но максимально честно. А значит быстро. Друзья, обязательно обращайте внимание на те события, на те страхи, на те мысли, которые будут происходить с вами в день до полнолуния. Потому что луна в этот момент будет в оппозиции с Лилит. И как раз таки будут вылазить на поверхность все страхи, все переживания, все обиды. Все то, что мы тактично прячем далеко-далеко для того, чтобы с этим не работать. Вот у меня как раз тут пролетал все мои страхи насекомых, укусов и боли. И как раз таки ко мне уже просто идет эта тема. Вообще 2023 год это год, когда нам всем необходимо максимально проработать свои страхи. Что значит проработать свои страхи? То есть это выписать себе на листочек, чего я боюсь, но на самом деле. Что случилось? Должно случиться такого, что прям вот мне страшно-страшно. И как правило, как говорится, когда мы вот свой страх узнаем, да, то есть там нырнуть на глубину, кто-то вот боится прям нырнуть на глубину, потому что это в прямом смысле, ну прям вот на дно в море взять и нырнуть, да. Потому что это в прямом смысле нырнуть в свои страхи. И многие люди этого не делают, да, потому что все боятся этого. А почему боятся? Нужно понять, откуда пошел этот страх, почему мы его боимся, почему все происходит так, да. Поэтому выпишите все свои страхи, загляните в себя, встретитесь с этим страхом, сделайте то, чего вы боитесь, делайте это сами, и вас это больше не будет преследовать. Этим это полнолуние, и сложно то, что оно будет вытаскивать на поверхность все обиды. То есть специально будут складываться отношения с родственниками, с близкими, с друзьями, с любимыми, так на работе, что вот прям то, чего боимся, то и будет происходить. И скажем спасибо, что это будет происходить, хоть так можно будет сдвинуться с мертвой точки. Не все это хотят сделать, не все любят это делать, но это сделать в конечном итоге придется всем. Да, дорогие, сложность в этот период будет еще отягощаться тем, что в момент полнолуния как раз-таки будет разворачиваться уран. Уран это планета нестандартных решений, сложных глобальных событий, переворотов, глобального развития, то есть друзей, товарищей, больших, крупных, гигантских сообществ, то есть глобальные мировые процессы. За это отвечает уран, и он начнет разворачиваться как раз-таки в момент полнолуния, да. То есть поэтому вот всегда, когда говорят, что вот просто так, не просто, ничего не бывает просто так, все просчитано, все давным-давно уже отмечено, и на небе этот момент уже сохранен, что именно в это полнолуния произойдет разворот урана, а уран как раз-таки начнет опять возвращаться с вопросиками тех самых событий, которые мы не доделали. Почему мы до сих пор не вернулись, не вышли, да, почему мы до сих пор не вышли из того самого состояния положения нашего, да, почему мы не пошли в сторону, да, то есть как бы пошли и застряли где-то на полпути, и так и не вошли в эру водолея. И здесь как раз-таки уран вернется обратно и поднимет наружу все самые вопросики, которые мы не могли решить за прошлую зиму. То есть прошлая весна и осень 22-го года, то есть те события, которые происходили с нами в глобальном плане, те события, которые происходили с каждым из нас в прошлом году, во второй половине 22-го года, то, что мы не доделали тогда, вернется сейчас. И будет сложно, потому что мы не любим разворот урана. Будем честными. Мы привыкли жить так, как нам нравится, в наших материальных благах, в наших состояниях, в наших энергиях. Мы никто не любим обнуляться, мы не любим начинать сначала, мы не любим возвращаться назад и делать то, что... Ну мы же уже ушли оттуда, да? Уран заставит вернуться, уран заставит обнулиться ради будущего, ради того, что с нами должно происходить, и этот процесс как раз-таки запустится в это полнолуние. День после полнолуния будет эмоциональный, потому что луна будет в рыбах, и потом войдет в соединение с Нептуном. Этот день будет либо эмоциональный, либо тревожный, либо с большим выхлопом эмоций и любви. То есть все зависит от того, как вы пройдете это полнолуние, потому что людей на планете много, и за всех говорить это по большей части неразумно. Поэтому здесь все зависит от действий каждого. Пойдете ли лично вы на ступеньку выше, либо же вы останетесь там, где были, и будете ждать следующих мощных глобальных изменений, а изменения у нас неприятные, как обычно глобальные, происходят, да? И они всегда происходят, ну, в этих событиях всегда варятся больше те люди, кто не проживает эмоционально свою жизнь, кто вот ждет, отсиживается. Вот эта тактика уже не работает, ребят. Уже пришло время действий, необходимо выходить из тени. В новом мире, в который мы с вами идем, необходимо проявляться, необходимо быть ярким, необходимо быть собой, тем самым человеком, которым вы родились. Нужно понять свои таланты, нужно понять свои негативные качества, которые вас разрушают. Почему вы не идете вперед, например, почему вы сидите, да? Почему вы бездействуете в прямом смысле? Поэтому вот нам и даны 12 раз в году вот полнолуние для того, чтобы оголить все наши внутренние эмоциональные состояния. Поэтому, дорогие друзья, в это полнолуние поработайте над собой, над своим психоэмоциональным состоянием для того, чтобы будущие изменения, которые случатся с нами осенью 23 года и весной 24 года, для того, чтобы они были, ну, вам понятны, чтобы вы не просто так, оп, високосный 24, что происходит, куда мы все идем и вот с такой головой браться, как весной 22, да? Нет, делаем это сейчас, чтобы быть готовым к будущему. Конечно же, это полнолуние максимально заметят и прочувствуют детки, маленькие детки, младенцы, малыши до трех лет, будут спать неспокойно, беспокойно, потому что они в этот момент еще живут на лунной энергии, на лунной материнской энергии. Женщинам в этот момент сложно, они переживают бурю внутренних эмоций, лунары, знаки зодиака. Лунары это те люди, у кого луна находится, ну, такое занимает сильное положение в натальной карте, да? То есть те люди, у кого луна управляет большинства домами в натальной карте, то есть они прочувствуют. У меня, например, луна занимает, управляет пятью домами и находится еще в шестом доме, да? То есть шесть домов, у меня половина натальной карты под влиянием луны, да? Поэтому, дорогие друзья, те люди, у кого ситуация примерно вот такая же, они будут ощущать полнолуние, да? Люди раки, люди козероги в этот момент, в этом месяце очень сильно на себе прочувствуют полнолуние, да? При этом все водные знаки, рыбы, потому что будет в рыбах как раз-таки полнолуние. Ну, и, конечно же, куда мы без скорпионов, потому что за страхи, за внутренние глобальные трансформации отвечает у нас планета Плутон, и, собственно, луна будет в оппозиции с Лили, да? Поэтому это те знаки, которые максимально, максимально прочувствуют на себе полнолуние, жизнь будет бить ключом, и вот это состояние, оно будет закручивать ворох новых событий. Поэтому, дорогие друзья, не пропустите это полнолуние, которое случится с нами в конце августа, проживите его максимально душевно и эмоционально, для того, чтобы встретить более беззаботно осень и весну 24-го года. Дорогие друзья, с вами была я и прогноз на полнолуние с 30-го на 31-го августа. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Буду радовать вас новыми роликами, и благодарю вас за то, что ставите лайки и подписываете. Также обожаю отвечать на ваши комментарии, поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, пишите их под этим видео, я обязательно отвечу. Если же у вас вопрос большой и развернутый, я точно так же информативно и объемно на него отвечу. Желаю вам прекрасного полнолуния, чтобы оно у вас было продуктивным. А как говорится, если ты знаешь, что произойдет, и для чего тебе это нужно, проживается это гораздо легче. Дорогие друзья, увидимся в следующем видео.